День, в который мы причащаемся, это истинный праздник для верующего христианского сердца, которое наполняется Христом. Не просто верою во Христа, но сам Христос входит в сердце верующего человека, который очищает его перед исповедью, кается в грехах своих и впускает в себя живого Христа Воскресшего. И вот если мы с таким чувством будем исходить из храма, то все трудности и переживания на нашем жизненном пути мы будем переносить совсем по-другому, в отличие от тех людей, у которых нет в сердце Христа. Нет Бога, там пустота или тем более страх, ужас, всевозможные переживания, ожидание всевозможных бедствий. Не будем забывать слова самого Спасителя, который сказал, «Люди будут издыхать от страха ожидания грядущих бедствий на Вселенной». Тем самым он напоминает нам, что люди будут издыхать не от бедствий, а от страха грядущих только наступающих испытаний. В сегодняшней притче, сказанной Христом, которую мы слышали за Божественным Евангелием, которая читалась во всех Божьих храмах, где совершалась сегодня литургия, мы слышали удивительное наставление нашего Спасителя о Богаче и Лазаре. Эта притча Христова открывает нам загробный мир, мир по ту сторону нашей временной жизни, что, во-первых, она есть. И те, кто сомневается и говорит, да живи одним днем, завтра, кто его знает, что будет завтра? Кто знает, будет ли что-нибудь за гробом? Вот сегодня Господь открывает нам, что за гробом будет и встреча, будет и разговор, будет и приятие, будет и отторжение. В чем? Мы слышим сегодня, когда богач, который пиршествовал роскошно на всякий день, так же, как и Лазарь, который сидел при его воротах, нищий, бедный человек, не получавший от него никакой благотворительной помощи, умер. И, оказавшись в аду, он вдруг увидел Авраама. И вот начинается диалог. Это еще раз говорит о том, что потом, после временной нашей жизни, мы увидим людей, которых знали, с которых мы общались. И вот богач обращается к Аврааму, потому что он страдает. Он видит этого отца верующих и просит. Отче Авраами, пусть этот Лазарь, которого он же знает, он как раб несчастный лежал у его двора, пусть пойдет, омочит персты свои и прикоснется влагой к моим устам, потому что я стражду. А Авраам ему говорит, вы слышите, там диалог начинается. Нет, ты в своей жизни имел все доброе, а Лазарь только злой. А теперь он здесь утешается, а ты страждешь. Смотрите, как все реально. За гробом не просто ничего нет, за гробом есть все то, чему учит церковь, все то, что открывает нам Божественное Евангелие. Ты там увидишь святых, ты увидишь там грешников в аду. А вот где ты окажешься? Вот сегодня и напоминает нам притча о богаче и Лазаре, который думал только накопить и побольше на себя потратить, по удовольствиям и по страстям, может быть, пожить. И не задумываясь о смерти, ведь там же за ней ничего нет. Вспоминая слова Федора Михайловича Достоевского, 200 лет от рождения которого мы будем праздновать на этой неделе, 11 ноября, какие удивительные, сказал он слова. «Без веры в свою душу и в ее бессмертие Бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо. Без веры в собственное бессмертие у человека нет смысла в жизни. Зачем ты, человек, на земле живешь свой век?» И вот эти слова, которые будоражат каждого здравомысливающего человека, «А что со мной будет после этой временной жизни?» Сегодня отвечает нам эта удивительная притча. И Христос, продолжая рассказывать ее собравшимся вокруг Него фарисеям, говорит, буквально обличая тех, которые хотели жить и наслаждаться, которые не обращают внимания на вопли бедных и страждущих людей, «Насколько реален тот загробный мир, который ждет каждого из вас?» Говорит Христос. И вот тут, пробудившись, уже немножко отрезвившись и все осознав, этот богач вдруг вспоминает о своих родных на земле. «Отче Аврааме, пусть Лазарь пойдет и скажет о реальности этой жизни загробной моим живым оставшимся братьям, их у меня пять». Давайте задумаемся, братья и сестры. Оказывается, умершие еще могут ходатайствовать. Они просят, они умоляют, но в зависимости от состояния их земной жизни будет услышан голос их и в жизни загробной. «Если Серафим Саровский, пожив свято и перейдя в мир вечности, может ходатайствовать о нас, как и Сергий Радонежский, как Дмитрий Донской, как многие святые наши, они ходатайны о нас, и мы молимся им. Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас, и он поминает тех, кто о нем просит. Преподобный отче Сергий, моли Бога о нас, святые мученицы, вера, надежда, любовь, святая праведная Тавифа, которая всю свою жизнь посвятила тому, что ткала ткань, и из этой ткани шила бедным и нищим одежду. И когда Петр приходит в Яфуа, сегодняшний град, там до сегодняшнего дня есть пещера, где жила Тавифа, и паломникам ее показывают, а она уже умерла, то люди, которым она помогала, даже в тех одеждах, которые она им сшила, просили Петра, чтобы он хоть что-то сделал ради этой доброй души человека умершей. И Петр сказал именем Господа Иисуса Христа, Тавифа, встань, и она оживает. И это событие попадает в девятую главу Деяния святых апостолов. Это еще одно свидетельство, что есть не только жизнь и смерть, но есть и воскресение. Весь этот мир сегодня до двух пришел забвений. Первое – о забвении, о смерти. И второе – страшное забвение о грядущем воскресении и суде Божием. Ах, если бы мы сегодня, стоящие в храме, вспомнили о этих двух непреложных событиях, которые ожидают каждого из нас, о смерти и воскресении с ответом за прожитую земную жизнь. И вот, дорогие братья и сестры, сегодня диалог этот все-таки не просто безответен. Авраам говорит богачу, есть у твоих живых братьев Писание и Моисей, пусть их слушают. А тот говорит, отче Авраам, так ведь не слушают. Это касается, дорогие всех нас, вот о нас наши умершие, наши святые ходатайствуют. Батюшка Серафим, Тавифа, Сергий Радонежский просят о нас, а Господь им говорит, да у них же есть уже Евангелие, не то, что он пророк Моисей, у них Слово Господа моего и Сына, которого я послал в этот мир, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. А наши святые говорят, так ведь не слушают, у них некогда даже почитать Твое Евангелие, Господи. Они все в гаджетах сейчас, они в интернете, они в каких-то поисках, опять же, наслаждений жизни. Ты, Господи, помилуй их. И вот Авраам говорит, очень серьезные слова, касающиеся уже и каждого из нас. А если Моисея не слушают, и Писание некогда им почитать, то если даже кто из мертвых воскреснет, не поверят. И пойдут праведники в жизнь вечную, а грешники в муку вечную. Как важно нам не просто услышать сегодняшнее евангельское благовестие, а принять его к себе. Каждого из нас ждет страшное судилище Божие. И ответ перед Господом за всю нашу прожитую жизнь. Поэтому, если кто не исповедал грехов своих, повспоминайте. Кто-то скажет, да я уже исповедался. А вспомни, посиди, почитай, сколько у тебя еще неисповеданных грехов или неисправленных. И исправься, пока ты жив. Время есть, пока ты живой. Бог не обещал нам даже с завтрашнего дня. Он обещал нам прощение и Царство Небесное. А если ты не захотел, то некому тебя винить. Дорогие братья и сестры, пусть сегодняшнее Слово Божие станет для нас еще одним поводом внимательно читать Евангелие. Кто не читает Евангелие, тот и не услышит голос живого Бога, потому что голос живого Бога живет из живого Слова нашего Спасителя, потому что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И без Него ничего не начало быть, что начало быть. И вот если ты в это Слово не веришь, не читаешь его, не живешь им, не выстраживаешь жизнь свою, то как ты, стоящий в храме, сегодня будешь отвечать перед Господом, который сказал, у них есть Писание, а я его не читал, Господи. А нет, почитывал, когда-то прочел. Евангелие нужно читать каждый день, дорогие братья и сестры. Как дышать. Вот так воздуха, когда мы не слышим или не читаем Слово Евангельское, должно нам не хватать, мы должны просто задыхаться в этом мире холодном и жестоком. И только почитаешь, и услышишь эти благословенные слова в грядущей жизни, о радости, о мире, о прощении, о смысле. Душа воскрешает. Я хочу пожелать вам как можно чаще читайте Евангелие. И оно приведет вас ко Христу, который позовет вас к себе в храм. А в храме вы будете не просто стоять и слушать, или, может, свечку ставить, а будете молиться. Я хочу поблагодарить наш мужской хор, наших гостей сегодня за прекрасное пение, наших казаков, которые пели сегодня. И еще раз напомню, что каждый из нас, дорогие братья и сестры, должен не просто верить, а служить Господу. Каждый, кто чем может, работайте, Господи, и со страхом, и радуйтесь Ему с трепетом. Мир всем вам, Божье благословение, и храни всех вас, Христос. Аминь.